Добрый день. Не видно что-то вас. Не видно нас. Сейчас сделаем, чтобы было видно. Давайте. Вас мы видим. Ну вот давайте, чтобы я вас видел. Ага, сейчас, сейчас. Так, хорошо. У вас на работе. Да, добрый день. Вы хорошо слышите меня, да? Да. Давайте говорите, кто вы и откуда. Ну мы из Украины. Одесская область, город Измаил. Понял. Кто-то с вами связывался с Измаилом? Мы там в Измаиле не были, а может даже были. Мы в 13-м году проехали Украину и Крым всю. У нас миссионерская поездка была. Я в каждом городе дарил свои книги в библиотеке. Понятно, понятно. Ну теперь мы слышали о вас так, чтобы узнать, вы там обитаете, как дело Христово творится. Да. Вы спрашиваете вопрос, там что-то прописанное было у вас, вышло на компьютере? Ну а о чем? Об Украине? Не-не, вопрос наш к вам письменно проявился на компьютере. Я даже не посмотрел сейчас. Но вы говорите сейчас. Так, я сразу скажу, у нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Ну почему против? Не, Христос все явно делал, ничего тайного не делал. Понятно. Все, говорите, пожалуйста. Задавайте вопрос, какой? Вопрос о богопознании тайны Христовой, самой первой. Я уже ответил вам там. Ага, ну мы посмотрим сейчас. Тайна, вся тайна заключается в том, что ни ангелы, никто не знал, как произойдет спасение человека и возвращение его в первозданное состояние. Речь идет о Христе тайна. Тайну, сокрытую от веков. И почему в послании к Тимофею он говорит об этой тайне и показал себя ангелом. И ангелы не видели его, они увидели его впервые в яслях. А бесы его так и не узнали. До самого распятия, и в распятии даже, и тогда они еще не знали. И до сегодняшнего дня они его не знают. А теперь уже открыто все знают. Как все знают? Откуда они его умели узнать? А как знают? Ну, о том, что у нас известно Евангелие напечатанное, а тогда они не знали. Теперь знают безбожники, это коммунисты, фашисты, все знают. Бери Евангелие, считай. Христос умер за наши грехи. Он единородный, второй Христос Святой Троиц. Это все теперь известно. Ага, ага, понятно. Хорошо, но вы один раз, говорите, в Украине были, да? Ну, а на данный час вы куда-то, говорите, еще приехали, где-то ездили? Мы ездили от Владивостока, мы в Барнауле живем. В Владивосток находка, дошли до туда, Тихий океан. И здесь тогда мы прошли всю Европу до Лиссабона, прошли Скандинавию, и прошли Прибалтику, и нынче это север захватили. Каждый год. Миссионерская поездка. Едем свидетельствам, где бывает в храмах, доступ есть, там проповеди говорили. И везде дарили свои книги. У меня 38 книг вышло. И поэтому в каждой библиотеке мы дарили. Я так уже, ну, принял такое на себя. Ну, книги ваши как, покупаются, продаются или раздаются? Покупаются, покупаются. А это я положил 9 десятых. То есть, 9 из 10 книг я подарил. А все, тысяча экземпляров-то. Какой тираж-то? В библиотеке. В московской библиотеке, там библиотека Ленина историческая. Ну, и по порядку я говорю, где мы проехали. В Одессе, Николаеве, в Киеве. В Киеве парламентской, национальной. Мои книги все находятся. В Харькове, где мы были. А у вас катакомбная есть православная? Есть, конечно. Есть, конечно. Они всегда были. Всегда были. А вы как с ними где-то встречаетесь? Сейчас я не встречаюсь. А вот раньше было, я с ними встречался. У них дети не ходили в школу. Ну, и получилось так, что я миссионер свидетельствую. И сразу от них 32 человека пришло. Даже руководитель приехал. Вся паста приезжает, никто не возвращается. Но они с остатками приехали, чтобы их вроде отбить как-то. И сами остались здесь. Ну, у них монашеские щены были. Ну, я пошел с ними вместе в епархию. Тогда был Гедеон здесь. Он в Ставропольске потом был. Их всех в этом щине оставили. Одна из них, Раиса Шишкина, потом была настоятельница монастыря. Там у нее другое имя, Ксения, было. Вот. То есть я с ними очень близко знаком. Ну, хотелось бы, чтобы выйти тоже к ним. Если есть у них какие-то скайпы, данные. Если вы сможете нам прописать их скайпы, чтобы мы с ними связались тоже. Я не знаю. Я думаю, у них и нет ничего этого. А они в этом вопросе были. А только через нас они начали маленько приобщаться. Были такие, которые электричества не имели. То есть такие у них выдумки были. Ну, завихрения просто. Надо было говорить, показывать. Паспорта вот те зеленого цвета можно было иметь. А эти красные нельзя тогда еще, по тем временам. Ну, эти люди пришли, 32 человек. Они получили паспорта, вышли на работу, стали пенсию получать. Сколько они беды бедно натерпелись. Мы показали им, что церковь имеет благодать. Ну, а вы находитесь на церковном, скажем, части пособия потребных нужд или на государственном? Как? Я же не священник. Как не священник? А может ли человек быть в церкви не священником? Ну, духовно, да. Мы все цари и священники. Один пять откровений написано. Но у меня брат, он протоиерей, отец Айкин, 37 лет уже, наверное. А я щитец, всего лишь щитец. Дело в том, что все духовные, они цари и священники. А все плотские, они помрут. Ну, да. Это правильно. Я говорю в том плане, что у нас есть особый класс священства, как у евреев было левицкое колено. Но это священство не ароново, а жрецкого образа. Ну, правильно. Сейчас Менхеседе... Оно не христово. По чинам Менхеседе, это христовое чин священства. По чинам Менхеседе. По чинам Менхеседе. Ароново, он отсутствует в России. Ну, вернее. А жрецкий присутствует. А ароново, я думаю, только у левитов было бы. Было бы. Да, да. Это ароново, это... Да, это в Израиле, это до Христа Ароново священство имело силу. После Христа оно завеса разодралась. Да. Теперь чин Менхеседе в церкви действует. Ароново, оно не имеет силу. А жрецкий образ, вот они сегодня присвокупили ко Христу. Да. Это антихристоходячие. Разумеете меня, да? Ну, я понимаю так, как вы говорите, что, если так брать уже по большому, то часть евреев обратилась ко Христу, а они имеют Христовое священство. Ну, нет, нет. Конечно, конечно. Те, которые уверовали, и они на своем корне находятся, то они, конечно, прибудут в благодать. И из язычников, которые присоединились к вере, они все от одной, когда я скажу, соки-смоковницы природной питаются. Один дух, одна вера, один Бог, одно крещение, одно тело. Две церкви нема в России, в Украине тоже нема две церкви. Есть церковь Христова. Да. А лжеучителя, которые повод распустого распространили, каждая делает свою катакомму или там, я не знаю, как они их называют. Ну, если есть священство, даже катакомма, это одна церковь, одна. Там, где есть закон, нарухоположенный епископат от апостольских времен. Вот это только определяет. Ну, может ли быть? Даже если они есть от апостольских, то они никогда не разрушались и не могут быть разрушены. Конечно. Плава Господа, они сильны. Создав церковь мою, врата не одолеет ее. То есть борьба будет идти, но это не значит, что они победят. Да, сейчас останется. Почему апостол Павел говорит, все творите мое воспоминание, доколе он приедет. Да. Это один стих, который говорит, что род Божий христиане прибудут до его второго пришествия. Правильно, правильно. Молодцы. Хорошо. Тогда нас, Господь, будем на связи. У нас уже скайп есть. Видели лицо так по скайпу друг друга. Хотелось бы... У вас в компьютере книги тоже находятся, да? Да. Вот вы, если зарядите просто в Google, сайт Игнатия Лапкина, и вы выйдете на сайт, и там все мои книги. Еще даже семь книг не опубликованы. То есть они никогда не будут уже, я уже отошел, но они в интернетной версии. Кроме того, там вы найдете 50 книг, но моим голосом насчитанные. Можете скачать, это Библия, Златоуст 12 томов, 12 томов Жития святых по Дмитрию Ростовскому, 5 томов Добротолюбия, 4 книги Григория Дещенко. Это все на моем сайте. Хорошо. А что бы вы хотели передать измельским людям в Украине и Одесской области? Там те, которые вас знают. Ну что передать? Они нас и так знают. Я им что буду передавать, если мы разговариваем. Вот это разделение, которое сейчас там есть, это москаляку на геляку, это все сатана придумывает. Мы один народ, не два народа. Это один народ, а одна вера. Да. Это про нас так говорится. У меня, допустим, у батюшки жена она Антоненко. Вот стоит Пащенко. У меня самый близкий друг, который потеряет, Савченко. У нас куда ни кинь, везде украинцы. Добренько, добрый, Игнатий. Рада будет слышать голос. Но теперь то, что вы написали, мы проверим. Да. Исследуем там опознание тайны Божества в лице Иисуса. Там только скачивают, там проверять-то нечего. Представьте, вы дорогой едете, там архипелаг ГУЛАГ начитанный, или Библию полностью. Едешь, слушаешь, пошел куда-то там жена кто, то она пускай включит, с картошкой там возится, стирает, и одновременно слушает, чтобы она не отставала. Это большое дело. С жития святых 12 томов слушать. Хорошо, хорошо. Ну, добрый, пусть Бог хранит. Привет там, кто любит Господа, кто стремится к делу Господнему. Во имя Иисуса Христа их приветствует. А вы на нашем канале на Ютубе-то бываете? Да нет, наверное, только сейчас с вами и так слышали. Несколько там речей просмотрели о браке, значит, о вечере Господней. Вот это. Там много, что там наших роликов около четырех тысяч. Ага. Это очень много. Там фильмы, которые государственно у нас сняты, государственные, еще в прошлом году. Ага. Это не простые фильмы. Один фильм занял первое место на международном киноконкурсе. Второе – первое место в России. Это документальные фильмы о православии. Вам будет это интересно послушать. Но вы с Кириллом чашу Господню вместе пьете? С каким Кириллом? А который там в Москве где-то сидит, российский. Вы имеете ввиду патриарха? Ну, он так себя называет, ему-то патриархи далеко. Нет. Мы к московской патриархии не относимся. Мы к русской православной зарубежной церкви, которые признали акт о каноническом общении. Мы две наши только общины на всю Россию, которые остались, не ушли ни в какую юрисдикцию. Ага, ага. Понятно, понятно. Но мы тоже в числе народов не находимся. Но в ущелье скалы под покровом утеса. Ну да, голубица там находится. Да, да, молодец. Голубица моя голубица. Да, да, правильно. Надо выйти и показать лицо и голос приятеля, лицо приятеля, голос ладок. Да. Ну и там работа еще одна назначена для голубицы. По второй главе песни песней. А вы вот зайдете, если на наш сайт, только на сайт зайдите, а там сразу на форум перейдете. На форум у меня полторы тысячи тем. Там огромный-огромный форум. А уже там видно, где ютуб, в мейл.ру. Вы там найдете 16 или 17 тысяч фотографий наших только. Хорошо. У нас детский лагерь, детский православный лагерь. Мы были единственные в Советском Союзе. Ему 44 года. Мы строим православную деревню с нуля. Понятно, понятно. Ну так вы живете как бы равный гомер, равная часть, равные жребия, равная доля или каждый? Каждый сам по себе. Один живет, у него немного что-то, а другой больше держит коров, у него значит больше и достаток. А фермер, у него там 180 гектар земли, и вот которые люди приезжают, но у него ничего нет. Он начинает первая коровенка, первая овечка, ну и так далее. Понятно. Ну и огород, конечно. Кто-то пчелок, приезжает молодой парень, сейчас думает пчелок, там пчелок хорошо водятся. Земля прекрасная, чернозем, как на Украине. Ну у вас точный адрес, где вы там в России находитесь, есть здесь, в скайпах? Нет. В интернете у вас записано? Да, там в Потеряевке есть. А таких, которые из катакомбных, таких я не знаю. Не, касательно вас я только говорю. Именно ваш адрес. Я-то в городе нахожусь, мы там работали, лето, сейчас мы приехали сюда. А какой город? Барнаул, Алтайский край. Барнаул, Алтай, Алтай, ага. Северный, там Новосибирск у нас. Понятно, понятно. Но если Бог о себе дорогу на ваших краях, значит, мы постараемся посетить вас. Если же обменяемся городами, адресами, если вы будете в наше, то вы постарайтесь нас посетить. Теперь уже туда мы не попадем. Мы с Украиной вовремя успели, пока не было этой смуты. Мы там были среди своих, и в храме выступать приходилось, говорить слово. Священники, народ собирали. Вот Николаевская область нам очень близкая, там наши люди живут. Ага. Вы, может быть, слышали такое до маневка село? Не знаете? Не, 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 не слышал. Ну вот. В Одессе. Ну мы здесь недалеко. Я был в прошлом году у Николаева. Это недалеко. В Одессе у нас очень хорошие люди живут, которые пришли из баптистов. Им проповедовали. То есть у нас такие люди есть, которые из сектантов пришли. Очень хорошие. Это не случайно не Санников заходил к вам? Кто? Кто заходил? Санников, Санников. Ректор семинарий баптистских по Украине. Он в Одессе живет. Не знаю. Там, от которой живут Тамара и Анна. Ага. Кто у них там? Бойко там судили они? Азарова. Понятно. Да, да, да. Николаев Графович этот. Ага. Ну мы здесь некоторые знаем в Одессе. Знаем. Мы с ними встречаемся по мере возможностей. А вы зарядите где-то в мейл.ру или где-то. У него скайп есть в Доманевке. Это Николаевская область. Цихотский Александр. Очень хороший человек. Это цыпленок. Цихотский Александр. Сейчас запишем. Цихотский Александр. Сила Доманевка. Он приезжал к нам сюда и принял крещение в полное погружение. Ага. Молодец. Мы в Одессе были. Там ночевали. Близко знакомые от умера Иона у них. Ага. Да, да, да. Мы его лично знали. Встречались с ним. Беседовали. Молились. Ночью там с ним были. Сихотский Александр, как вы сказали? Сихотский Александр, как вы сказали? Да, Сихотский Александр Всеволодович. А в Одессе… Тамара Умнова. Встречались. Про деревню спрашивают. Где это? Деревня Доманевка. А, деревня Доманевка. Это Николаевская область, да? Да, Николаевская Доманевка. Доманевка, да. А в Одессе как? а в одессе там умного тамара умного умного тамара да она там они вот но мы здесь с ними свяжется здесь нам легко будет ну ближе к храме надо знать православный какой-то храм там узнать где они как к чему принадлежат там где-то очень хорошие благовестники сколько они претерпели у нового тамара еще кто рядом там анна анна я вознюк анна вознюк вознюк слово возник мы найдем с вами сообщим вам что нашли не нашли к скажу я бы адреса их даже мог найти но если это не трудно если не трудно на не трудно я прямо сейчас пока говорить я сейчас загляну и это хорошо старые адреса старые вот алиса вас уход ски адрес почтового ящика а это уже труд то что я что но мы выйдем на skype их не найдем их телефон анима там ничего да наверное где-то даже и были бы сейчас я не могу не найти потому что вы уже туда не надеялись ехать это куда-то я переместил а измой а что измейские некоторые хотя с полным погружением у нас только полагу погружение крапление мощение у нас до крещения не признается просто профанация то есть люди были обмануты но касательно измаила они там хотят некоторые уже креститься в измаиле это сотворить или что-то какое совещание сделать но надо искать где вот у меня нынче было скорее лафинске там они нигде не могли найти ехать далековато они поехали на афон так там монастырь весь вышел в море крестили монахи монахи там не признают вот это что там у не от это проще крестит православное лбы мощь от они их не признают правильный у нас все крещено полное погружение но я тогда с измайским поговорю если что то можете в измаиле устроим те кто захотят креститься погрузить это было бы здорово конечно можно было бы направлять к вам поговорим я их призову я скажу чтобы я с вами тоже не они меня просили с вами переговорить выйти на skype уже давненько и того господь сегодня это мы сделали поэтому я их соберу там переговорю оповещу если они там с вами будем иметь связь захотят значит мы погрузим их в христа в воде полном погружении да что был священник законы рукоположенные не запрещено и больше ничего и на чтобы ни одной копейки нигде не платили правильно это запрещено надо помочь тогда уже придет время человек сам сделает это но чтобы это симонии не было молодцы молодцы у нас церкви вот у нас торговли нет совершенно свечи собираем вместе деньги на пасеке покупаем воск наши сестры льют свечи и батюшка ставит сколько надо у нас движения нет тут мы за семь минут дается сигнал все заходят замерли семь минут полная тишина ни одного движения только молимся благодарим за неделю чтобы у батюшки было настоящее огненное служение тогда открывается царские брата начинается через семь минут служения добра добра пусть господь хранит да спаси христос ян златоуз говорит наведи порядок потом начинай служить я указок он говорит работу на поле закончить после устреляя свой дом а после горит перед тем как служение должно быть омовение омовение после облачения помазание после жертвы крови на четырех углах жертвенника и во имя иисуса христа это в духовном уже переходим чистая жертва имя имени иисуса христа вас как звать то иван 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 это и вы из измаила да 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 вот так ну все тогда вопросов больше если нету да если уже будут пока с этим первым разберемся после пойдем дальше сначала вы когда будете вам что-то лучше будет дайте в письменном виде сигнал потому что у меня бывает занятость вот сейчас только подряд три человека и мы спрашивают нуждаются в помощи на наш youtube его то что мы говорим это будет выставлено вы посмотрите скажите как хорошо что записано хорошо с богом с богом с богом богом христос окрыли господь выключать давай это теперь снимать только только